Привет! Народ просил, буду собирать штиля 130 ФС-ку, косу 4-х миксовую. Так, и в начале ролика хотел сказать, я не паникую по поводу, там что-то тормозит YouTube, тормозит и перестанет. У меня просто я не говорю, у меня есть на Дзене канал, также называется, так что если не трудно, переходите, подписывайтесь, там хоть деньги платят, будем что-то покупать какие-нибудь на те деньги. Какие-нибудь пилы для обзоров, вы часто просите тут показать пилу, пока у меня средства не позволяют и куда мне их хранить столько бензопил. Так, пришли долгожданные запчасти, вот эту шестерню оригинальную Штюлевскую, шестерню распредвал, в общем-то долго ждали, и то выхватили в каком-то, для каких-то сервисов в Рязани, в общем-то присылают прям таких больших пакетов запчасти, и удалось вот одну у них выхватить. Так, плюс новые сальники, черные, не оригинальные, но хорошие. Так, плюс прокладка под крышку, затем в комплекте еще щуп лежал и колечко. Так, все подготовил, обезжирил. Смотрите, вот зазор в кольцах, это оригинальные кольца, вот одно я снял. Клапана я уже заранее притер, она уже давно лежит. И буду ставить эти же кольца, не буду ставить эти аезепские, эти будут еще работать. Разведу стыки колец на 180 градусов и сейчас буду потихоньку еще собирать. Здесь страшного ничего нету, в шестерне ставится. Даже вот метки есть относительно коленвала. Тут, в общем-то, по маховику вы ориентируетесь. Вот она стрелка, которая смотрит на вот этот болт крепления модуля зажигания. И здесь вот еще две метки есть. Раз, два. И здесь две стрелочки. И в общем-то, это все делается на такте сжатия. Ну и регулируется, соответственно, клапана на такте сжатия, когда у нас оба клапана закрыты. Поршень в верхней мертвой точке, но такт сжатия происходит, потому что есть еще одна верхняя мертва точка у двигателя четырехтактных. Когда поршень подходит кверху, закрывается клапан выпускной. И если еще чуть проворачивать, открывается впускной клапан. Происходит заполнение цилиндра топливной смесью, в общем-то. Такт впуска. Ну да ладно. Вспомнить бы еще какие болты откуда. Давненько это было, я разбирал. Ну, буду показывать, что будет интересно. Ставил коленвал на свои места посадочные. Смазал немножко герметиком, потому что сальников нет вот этих бортиков. Эти бортики специальные, чтобы дополнительное уплотнение было. Вот. Поставил шестерню. Ставил ось. Стрелки все метки совпадают. На маховике тоже совпадает. Сейчас ставлю рычаги клапанового механизма. Толкатели. Вставляю ось. И все будет дальше хорошо. И поддон одену. Закручиваю. Здесь хорошо. На поддоне у штилей. Вот специальные канавки. Для специального герметика. Чтобы. Ну, удобно, короче. Закручивать все, естественно, крест-накрест. У меня, в общем-то, специальный ключ штилевский. Он моментный. У него есть момент, при котором начинает скручиваться. В общем, сильнее не перетянете. Так, излишки герметика вытираем. А их тут сильно-то и немного этих излишек. Так. Все уже поставил на месте. По-любому, после любой работы с двигателем, если вы разбирали газовосветительный механизм, необходимо регулировать клапана. Здесь пришел щуп. Ну, вот, в общем-то, на обоих клапанах, здесь на пускном, на выпускном. 0,1. Чуп пришел. Вот именно в комплекте. Вот в таком. Но он был широкий. Он туда не влез. Ну, его все на наждаке подтачиваешь. И все нормально. Ладно. Ставлю на место крышку. Потому что, если крышку не поставить, здесь довольно приличные люфты. Кау еще все не собрали. Крышку не надели. Надо проверить. Сделать несколько оборотиков. Потом совместить стрелку с этим винтом. И убедиться, что у вас здесь все стоит по меткам. Тогда можно смело уже надевать крышку, которая закрывает клапанный механизм. Один косячок. Здесь вот резьба сорвана. Но это не моя беда. Это тот, кто до меня это делал. Аккуратно. Сейчас зажмем. А она, в принципе, здесь никаких несущих нагрузок не несет. И затянется нормально будет. Ладно. Собираем дальше. Все. Так. На таком вот уже этапе сборка у меня. Так. Короче. То, что клапана регулируются на такте сжатия. Стрелка. Стоит. Клапаны расслаблены. В общем-то, зазор 0,1. Я, в общем-то, выставил. Все свободно входит. Здесь в чем хороший момент. В том, что просто зажимаешь или откручиваешь эту гаечку, вы поджимаете или ослабляете зазор между клапанами. Не надо вот этот центральный винт крутить, как на жигулях, например, там или на какой-то еще технике на скутерах. Надо отверткой крутить, держать эту гайку, контрить. Тут такого нет. Просто откручиваешь и закручиваешь, и все. У вас изменяется зазор. Также проворачиваю всегда на несколько оборотов. Опять выставляю верхнюю мертвую точку на такт сжатия. И опять проверяю клапана, все ли правильно сделано, правильные зазоры ли стоят. Искру проверил. Есть. Ну, собираю дальше. Сейчас еще поменяю вот эту прокладочку. Еще она подойдет или нет. Надо посмотреть. Ты смотри, сделали идеально. Да ладно. И медную шайбочку. Хотя она здесь вот не медная нифига, а из латуни. На всем экономит. Вот собрал я его. Пока глушу только этим. Проводов же нету. Заслонку перекрываю. Провод освобождение. короче здесь что-то андрей немного это не отходит хотя карбюратор оригинальный заслон короче он еще побудет у меня на испытаниях так он хорошо работает чуть больше холостого еще добавить конечно здесь уже покрутили хотя здесь сильно не покруче потому что здесь стоят ограничители в общем работает нормально выхлоп кстати почти без дыма я специально развел что легкое масло но запах такой резкий именно как 4 такника гореть можно запросто так что осталось это провода по нему идут где-то здесь она стоит я ему отдам так получилось заменить сальники этот распредвал он вообще развалился здесь вот не было защелки такой она вот сюда входило и этот грузик пружинка тут все размолола в общем распредвал сам готовый кольцами стал менять поменялась в прокладку вырезал еще одну прокладку под воздушный фильтр ну в общем то все сейчас мне уже времени нету на улице темно я еще и дома не был и потом его забрызгну все это отморф он чистенький был как новенький еще будет хорошо все будет работать ну с вами увидимся в следующем ролике всем пока